всем привет из киева столицы украины с вами виктор фурсов сегодня у нас на экране моль вот еще одна моль вы не думаете что это там моль который съест вашу шубу это две дразные моли видите самец и самка это зерновая моль эти самец шустренький хочет спариваться самочкой такой нервной беспокойной ищем где самочку убежала она от него самочка а вот уже другие самки отложили яйца розового цвета вот тут икра крохотная такая отложена потому что самка погибай но все равно яйца откладывать в продолжение роду здесь небольшая культура появилась с кукурузы с принесенной лабораторной культуры жука-долгоносика оказывается ее задела и моль а не будет а зерновая моль а если у вас нет зерна ничего страшного это зерновая моль ничего кроме зерна есть не будет она так шуста прыгает весело вот сейчас мы покажем здесь ее движение даже если разлететься зерна у меня здесь нет а нужно есть зерно потому что личинки вылупившиеся будут развиваться только на зерне даже на муке они не захотят развиваться это не амбарная моль это зерновая ей нужно закрытая питательность субстрата вроде зерна потому что гусеница прогрызает зерно забуряется в него и как в убежище как в капсуле там находится и грызет это зерно изнутри после чего через примерно месяц из такой капсулы выходят вот такие гусени уже бабочки которые ищут самцы и самки для спаривания если им давать открытая еду вроде бы подходящую как муку или различную крупу это им не подходит им нужно обязательно убежище в виде зерна недаром это зерновая моль зерновую моль успешно использовать для разведения как видите ее разводить не так сложно давайте зерно на стеллажах для получения различной лабораторной культуры для питания других насекомых также для заражения других насекомых паразитов очень удобный лабораторный объект частности яйца зерновой моль используется для моего излюбленного объекта трихограммы и вот здесь ранее подкладывали яйца мы видим что они живут более старенькие чем три возраста три дня точнее говоря они уже стали рыжими розовая что значит они уже процесс созревания пустих пену происходит сюда подложим перловочку и думаю что перловочки прекрасно используется гусеницам для их разведения вот такая сегодня интересная зерновая моль излюбленный объект специалистов которые разводят в промышленном хозяйстве трихограмма также габрабракона потому что гусеницами может питаться габрабракон а яйцами которые откладывают зерновая моль питается яйцеед паразитический трихограмма очень удобный объект для лабораторного разведения и лабораторных исследований так что спасибо за внимание с вами был виктор курсов и еще не разбежавшиеся здесь из чашки петры зерновая моль будем ловить то сейчас придет на лампу спасибо за внимание ставьте лайки пишите комментарии пишите кто разводит зерновую моль у себя какие у вас есть интересные вопросы проблемы с чем вы сталкиваетесь в процессе лабораторного разведения с какими проблемами до новых встреч с вами был виктор курсов и зерновая моль пока пока до встречи на моем канале пишите комментарии и подписывайтесь на канал и дает возможность его смотреть большему количеству зрителей пока пока нервная зерновая моль удерет чашки петры чашка петра это открытая она не питается но хорошо летает на не ярко светит лампу поэтому она нервная пока пока подписывайся на канал